короче было так значит девушка официант в кафе такой наружности ну такой какой наружности ну из разряда смотрите поймите меня сейчас правильно включая тех девушек которые смотрят мой канал кайна хорошо ладно давайте опустим вопрос наружности из какого разряда и наружность в общем она мне а сказала где туалет причем я так и спасибо говорю я извиняюсь конечно за типа такой вопрос но где туалет вот так ответ был такой уборная на той стороне паркхауза поэтому видимо может мне следовало спрашивать где уборная мне к секс совершенно не нравится слово уборная когда она по моему старела согласитесь или вам нравится а тут тут женщина а где а где мы куда идут люди с хвостиком вот видите понятно все так ну и что вот видите и никакого малейшего указателя куда идти людям с хвостиком очень сильно отдельно старый он старый и какого года примерно я не знаю я сама не казанскому это да вот увидел я не сразу десять лет и бежима хана не лагеря поставить аргенте да да все я вижу вы не новый тандемы слове из какого города я еще а так это тоже татарстан но я и шкалинец по происхождению но в москве живу давно уже здесь у меня всякие родственники в чулнах у господи тетя жива сейчас сильно в смысле что сильно отработали не работа маловато в основном бабки там все равно как-то молодой контингент казань питер москва сильно поменялся я вот много лет не жила в татарстане приезжая в чулны город так испортился сильно местной власти по карману но это везде это город нет а занят она как-то цветет и пахнет рано а там чемах что хотят то и дело оказали деньги выделяю ну да там же какой-то завод большой камаз это немцы не говорят подбали у нас же все для иностранцев сейчас мы с этими станциями может уже и влюблены технические уже не наш нечем ныть уже перепродали понятно ну в москве сами знаете там вообще все шикарное во всех смыслах вот но так большие городе плохо слишком круто если слишком плохими стоять очень много крышевых мест и много крутых мест в членах таких мест пока еще нет потому что город маленький а он все-таки маленький но она такая как бы вытянутая да москва круглая там удобно поэтому ну да в новую москва да у нас там дача но она в основе своей все равно круглая как бы вот мкад как бы такой все-таки точка отсчета так она выползла до в сторону киевского шоссе там метро до аэропорта внукова то есть вот там дача у нас чуть дальше то есть метро фактически у казани мне кажется москва тяжело ориентироваться метро маленькая конечно москва очень удобно с метро можно в любую точку да там транспорт вообще удобно в принципе да а вот в казани с транспортом там горьковская шоссе там приватность это ездила до трое тяжело у них как-то полоса туда-обратно метро нет а если в час пик там будешь стоять еще есть это сидеть и сможешь там очень много людей автобусов мало пускает неудобно все равно а в москве метро это вообще благодать заходит 20 пересадок делал если не выходит ну да да там особенно сейчас там столько всего нового прорыли просто но оно такое здесь прям домашнее такое маленькое после москвы ну такой тихая станции коротенькие да 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 но на 2005 года я там была она очень сильно поменялась да 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 особенно сейчас сейчас такой вот площадь революции вот эти да там всякий сталкнут казани как-то все так более миниатюрно по-милому по национальному что ли ну ну здесь вам не мне не ставится надо здесь детства придут бывать у меня тут жила бабушка все тут не добраться особенно после метро садишься на автобус там еще и смотри а где жить да если там где-то далеко метро но только в самые-самые ходовые точки метро бы хотелось побольше понятно ну ладно удачи вам вам тоже интересно ладно счастливы вот такая находка не знаю что было слышно